Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня у нас будет такой обзор, первый взгляд, на самом деле это не первый взгляд, а третий, потому что первый взгляд я делал, было очень много багов, я решил, что пока рановато, подождал патч, вышел патч, я начал записывать первый взгляд, который был вторым, и игруха вылетела в один прекрасный момент, похерив мне файл, короче говоря, с геймплеем на 40 сечнем минут. И вот у меня третий, первый взгляд на эту великолепную игру, мне её прислали на халяву, поэтому ничего плохого я про неё говорить, конечно же, не буду, по одной простой причине, мне перестанут приходить ключи на халяву, это отвратительно, какой ужас, ладно, я шучу, но вы понимаете меня, да, поэтому я эту игру буду хвалить за всё, погнали! Первое, что здесь есть, и, несомненно, мне это нравится, это то, что наш герой не умеет бегать, то есть вот мы идём вперёд, блять, бегать нельзя, я ещё пытался здесь что-то интересное искать, нихуя я найти не смог, ух ты нихуя себе, как тут велосипед есть великолепный, посмотри, какой он идеальный, но, к сожалению, на него нельзя сесть, вообще здесь ничего нельзя сделать, ни с чем нельзя взаимодействовать, здесь можно просто идти к следующей точке, это очень интересно, как я понимаю, вот это, по большей части, это такое обучение, да, игруха, по-моему, является польской разработкой, да, которую издаёт наша русская компания 1С, которые мне ключ прислали, за что им огромное спасибо, спасибо большое вам, ребята, жёсткий вам респект, и я, на самом деле, сам привёл интерес к этой игре, потому что я подумал, что это что-то типа God of War, но вы сейчас сами увидите, посмотрите на боевую систему, это, это что-то типа такого слэшера, да, ты примерно вот так вот с одним-двумя врагами пытаешься пиздиться, юзая различные скиллы, мне это больше всего God of War и напомнило, но я не являюсь именно большим поклонником слэшеров, так что, возможно, я просто и пропустил, многие похожие игры, если что, напишите в комментариях, что именно вам напоминает эта игра, вот, видите, здесь даже, опять же, есть добивание, как в God of War, очень похоже, очень мне это напомнило, а это всё, опять же, обучение боевой системе, по-хорошему, и такая затравочка, что дальше будет интересно, почему эта затравочка нужна была, вы узнаете из дальнейшего повествования, если бы игра начиналась вот без этого вступления, я думаю, она бы далеко не у многих вызвала интерес, это всё решать вам, ребята, графон в игре, ну, это Unreal Engine вроде 4, да, вы видите графон сами, и только вы можете сделать о нём выводы, а я кто такой, чтобы какие-то выводы делать, правильно, я же не какой-то эксперт, насчёт оптимизации, в целом, игруха держит стабильные 60 фпс, но далеко не всегда, могут быть просадки, по крайней мере, на моей 1080Ti, великолепная акробатика, которая никак не зависит, никак здесь упасть не можешь, ты можешь делать, что хочешь, мы идём по рельсам, которые ведут нас либо к аренам, где мы сражаемся, либо к катсценам, вот здесь у нас в начале, по большей части встречаются именно арены с монстриками, на самом деле, боевая система не такая уж плохая, да, но ей крайне не хватает наведения на цель, да, захвата цели, я хотел сказать, когда на тебя нападает несколько врагов, неудобно, неудобно без наведения на цель, добивание, в принципе, неплохо сделано, хорошо, кровища сделана отвратительно, в смысле, я хотел сказать, своеобразно, своеобразно, я эту игру ни в коем случае не унижаю, то, что касается сюжета, опять же, я вам покажу начало игры, чтобы вы поняли, насколько здесь своеобразный сюжет, ребята. Управление персонажем оставляет желать лучшего, тут уж я буду честен с вами, как-то он немножко инертный, да, то есть он как-то двигается так, не ощущая, что его, к сожалению, и, естественно, это все отражается на боевой системе, которая здесь, наверное, ну, самая сильная часть игры. Катсцены, я скажу честно, катсцены поставлены довольно-таки своеобразно, они пытаются быть пафосными, но, по-моему, пафоса им не хватает, все это выглядит довольно-таки недорого, да, но при этом не забывайте, что игруха и не является триплей, возможно, это и стоило как раз недорого. Самое забавное, что в этом, так сказать, обучении нам сразу дают сразиться с боссом. Я надеюсь, битвы с боссами в игре не настолько однообразные, что, возможно, эта битва с боссом, так сказать, простенькая, да, простенькая во всех смыслах, сложности адовой нету, никаких-то интересных геймплейных механик у этого босса, да, его просто надо стоять и месить, оббегая вокруг. Вообще, кстати, первый раз, когда я с ним сражался, он меня смог убить, но вроде при быстром нажатии клавиши А можно довольно-таки быстро восстановиться и продолжить битву именно с того же самого момента, на котором он нас победил. Здесь у нас все-таки хватает, несмотря на то, что мы его победили, и, видимо, мы задействуем какую-то ульту и превращаемся сами в такого демона. К сожалению, управлять этим демоном не получается, ходить не получается, да, все, что надо здесь делать, это тыкать на клавишу атаки и записить, собственно говоря, этого первого босса. Крайне странная постановочная схватка с боссом, но давайте опять же спишем это все на обучение. Я думаю, смысл показать вот все вот это вот действие в обучении было в том, чтобы заинтересовать игрока, чтобы он подумал, господи, а за кого мы играем, а почему у нас такие способности, да, что с нашими руками, где мы вообще находимся и что это за тёлка вон там в конце, боже ты мой, что за тёлка непонятно, кто мы такие непонятно и в итоге мы хотим это выяснить. И вот Дом Дейзмонда Майами, время 9.45 утра, он просыпается в своей кровати, я так скажу сразу, живёт он не бедно, хотел бы я так жить, если честно, на донаты ваши, но пока не получается, надеюсь, в будущем у нас это ждёт, так что обязательно подписывайтесь, показывайте. Друзьям, я вас умоляю, блять, почему я забыл включить субтитры, вот что я не понимаю, их тоже надо обязательно вам показать, это тоже важный момент, они нам нужны, потому что русская звучка нет, если вы хотите понимать, что здесь происходит. Так, где мой телефон? Вот что меня удручил больше всего, начало было не таким плохим, был хоть какой-то экшон, была хоть какая-то интрига, я вам всё, конечно, смонтирую, потому что, к сожалению, начало игры очень-очень затянуто и напичкано катсценами, которые долгие, и между которыми наш герой перемещается вот так вот, блять, медленно, пиздец, твою мать, но это раздражает, я вам честно скажу, хотя на самом деле ничего плохого об этой игре я сказать не хочу, не могу, не буду. Здесь наш герой вот подбирает свой телефон, который звонит, он, естественно, его не поднимает, зачем это надо, и берёт какое-то обручальное кольцо, видимо, он собирается сделать предложение. На машине, к сожалению, нам погонять не дали, мне бы очень хотелось, как в том же Final Fantasy 15, от одной точки к другой на тачке, но тут бюджета, конечно, не хватит. Честно скажу, я не очень понял, почему он ехал, он проснулся в 10 утра, и в 0000 он приехал, значит, на работу, при этом на улице светло, блядь. Все катсцены, если что, можно пропустить, но также мы не уловим вообще суть сюжета. Вот эти ребята, я их тоже внимательно всех осмотрел, стоят на месте, никак не реагируют на главного героя, даже если ты скажешь им, что они пидоры. Ты пидор. Ты пидор. Ты пидор. Не хочешь мне ничего сказать, а? Его насрать, видишь? Бегать мы, естественно, не можем. Здесь нас снова ожидает катсцена такого душевного разговора с отцом. Если вы здесь внимательно посмотрите, видите, что субтитры не влезают в экран. Вкратце, отец говорит, что ты пидорас, ты провалил сделку какую-то очень важную, и теперь моя компания на грани банкротства. Дезмонд говорит, что это не совсем моя вина, ты из этой сделки смотрел и ее одобрил. Он говорит, ах ты есть, твоя мать была здесь. Этого говорит, даже не смей, короче, выебываться и вспоминать имя матери, но это такой краткий пересказ, да? В итоге отец говорит, иди ты нахуй. Отсюда мы узнаем, что у них довольно-таки сложные отношения с отцом. И вот разозлившись, Дезмонд снова топает обратно к лифту, и естественно, бежать он не может. Ну давай, блядь, быстрее, еб твою мать. Естественно, он гонит на отца, какой отвратительный, ну блюдок, мать твою, говно собачий, иди сюда и так далее. Ну, здесь появляется еще один персонаж, который чуть позже сыграет большую роль, это его какой-то друг. Они с ним вместе говорят о каком-то замечательном, великолепном бое, который ожидает Дезмонда, при этом Дезмонд старается, чтобы об этом никто не слышал, потому что не хочет, чтобы его отец узнал и так далее. А теперь мы узнаем, что Дезмонд какой-то боец, да, такой, блядь, жесткий борцуха-братуха. Позже он встречает свою замечательную женщину, ее зовут Кристен, по-моему, буфера у нее эффектная, и сама она выглядит почему-то старше его лет на 10. Они очень странно обнимаются, блядь, и, собственно, едут, как я понимаю, на свидание. После свидания они приезжают к нему на хату, и Дезмонд собирается сделать ей предложение, потому что она его спрашивает, господи, а хуй ты меня заставил так разодеться? Он говорит, сейчас я тебе все покажу, сейчас я тебе все расскажу, пойдем покажу тебе пристань. Вообще довольно-таки странно, учитывая, что они встречаются, я думаю, она эту ебучую пристань видела миллион раз, например, на первом свидании, на втором, на третьем, не важно, будь у меня такой дом, я первым, что делал, это приводил бы телку на эту пристань. Собственно, здесь Дезмонд толкает великолепную речь по поводу того, какая она великолепная, классная, замечательная, идеальная женщина, пухает для храбности и делает предложение. Спрашивает ее, выйдешь ли ты за меня замуж, моя дорогая, сейчас ты, я престарелая подруга. Самое забавное, что я здесь заметил, он спрашивает, выйдешь ли ты за меня замуж, естественно, все по стандарту, но она не отвечает ему, да, она просто охуевает и с радостью его там обнимает, возможно, это замечательный способ отмазаться, девчонки берите на вооружение, да, ну я тебя люблю, там, а потом еще сказать, я вообще-то да тебе не сказал, ты что, долбоеб, сцену секса нам, к сожалению, не показали. Она ему говорит, я остаюсь дома, сегодня я взял выходной, можно я полежу, посплю, блять, а ты пока иди по делам, у тебя сегодня бой, да, ты знаешь, я к этому отношусь не очень, а ты иди поделись, короче, ничего страшного. Оставив бабу в хате, мы идем типа потренироваться, ребята, вот эта тренировка, зачем это здесь в игре, кто мне может ответить? Очень необычно, да, а очень необычно, мы подходим сюда, пора потренировать удары, говорит наш главный герой, и мы делаем, сколько ударов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все, потренировались, хорош, блять, я очень бы хотел, чтобы мои тренировки, вот, по похуданию, занимали примерно столько же времени, было бы охуенно. Снова садимся в тачку и отправляемся, наконец, на этот загадочный бой. Проходит он в каком-то подпольном клубе в Майами, вообще, этот клуб выглядит крайне грустно, зачем биться вообще в подобном клубе, где у тебя четыре человека, ну, давайте посмотрим, мы же на арене, там еще побольше народу, и наш герой сам себя подбадрит, говорит, все нормально, ты справишься, ты его отхератишь, все предыдущие там твои враги пали, вернее, не враги, а противники, да, и это тоже падет. Зато у него супер моднейшие, великолепные треники, я считаю, очень мало народу, может быть, это прям для избранных, очень дорогие билеты сюда, на этот бой, я опять же, не понимаю, это задумка или малый бюджет, наш противник, его зовут Пилат, выглядит очень грозно, по сравнению с нашим Дезмондом, который просто какой-то из бэкстрит бойс пацан, также мы узнаем, что здесь батя пришел, в гости, смотри, какого хуя, как он узнал, хотя Дезмонд так сильно старался, чтобы батя ничего не узнал, здесь снова у нас небольшая драка, не могу сказать, что она какая-то сложная, сначала мы просто затыкиваем быстрыми ударами нашего противника, пока он не падает, и здесь мы видим очень странные события, ребята, да, мы видим демонический свет в его глазах, я его пищу, он никак не реагирует на удары, затыкивание, кстати, приведет к тому, что мы никак вообще его хп не снимаем, и потом он все-таки нас вырубает, когда мы пропускаем последний удар, зачем-то он еще начинает нас душить, пидорас, наверное, полный, здесь мы замечаем еще таинственного черного человека, который стоит, смотрит, наблюдает за боем, а потом исчезает, собственно, Дезмонд просыпается, он отпизжен, рядом стоит батя, который начинает его упрекать, говорит, какой ты Дезмонд, блядь, а убогий, у меня тут были коллеги, значит, партнеры, а ты проиграл, как ты мог, нам больше с тобой не о чем разговаривать, доктор оказывается нормальным пацаном, да, жалеет Дезмонта, говорит, все у тебя будет нормально, а это что за пидорас был, Дезмонд на это отвечает, что, ну, вообще это был мой батя, и должен был бы накинуться с кулаками на доктора, но нет, он этого не делает, потому что он пуська, чуть позже я вам еще докажу, почему Дезмонд настоящая пуська, и вот, отхуяренный Дезмонд, в два часа ночи, половина третьего, приезжает домой, здесь мы слышим что-то страшное, что-то происходит в комнате, что же это был за странный звук, и, о боже мой, оказывается, его женщина, которая ответила ему да, на его предложение, оказывается шлюхой, а его лучший друг, помогает ей изменять с ним, господи, боже мой, это настоящий мексиканский сериал, короче, стандартные речи, это не то, что ты думаешь, бла-бла-бла, вместо того, чтобы сказать, пошел ты нахуй разобраться со своей тёлкой, нет, Дезмонд, он же борцуха, братуха, он на это не способен, ему надо сразу отхуярить кого-нибудь, поэтому мы бежим целых несколько секунд, до следующей катсцены, где Дезмонд выходит на улицу, и получает поебалу, друг убегает, мы приходим в себя, и что же мы делаем, мы едем за ним, к сожалению, Дезмонд довольно-таки быстро теряет, своего лучшего друга из виду, и вот, не найдя его, он едет по ночному Майами, и вспоминает этот отвратительный, худший в его жизни, день, он вспоминает своего друга, который разговаривает с ним о карьере, и Кристен, вспоминает предложение, сделанное, собственно, своей девушке, вспоминает пидараса отца, который сказал, что не о чем им больше разговаривать, и естественно, который упоминает его мать, по которой он так, видимо, скучает, Дезмонд решается на самоубийство, нахуй, и слетает с моста, но самоубийство не удается, Дезмонд просыпается на пляже, и здесь, кстати, очень интересный момент, и я вижу, что это катсцена, и я сижу и жду, когда она закончится, а она не заканчивается, Дезмонд все лежит, и лежит, а оказывается, надо нажать на кнопку, чтобы он, блядь, встал, после нажатия кнопки, Дезмонд, наконец, очухивается, и как вы видите, он жив, здоров, и это важно, ребята, запомните это, да, вы запомнили, правильно, правильно, идем дальше, бежать мы, естественно, не можем, пройдя буквально метров в 10, мы запускаем очередную катсцену, я не понимаю, зачем здесь вот эти нужны ебаные шаги от катсцены к катсцене, которые просто растягивают игровой процесс, почему, что это за оригинальность такая, мы встречаем снова этого черного человека, который трогает землю и отправляет нас куда-то, в принципе, если приложить немножечко усилий, несложно догадаться куда, ведь это мрачное место, где витает пепел, где жизни практически нет, и где, конечно же, воняет, Дезмонд начинает сражаться с непонятными тварями, которые на него нападают, пока у нас нету никаких рук, нету никаких обилок, но мы можем, в принципе, затыкивать их кулаками на изи, у нас также сейчас нету возможности доджить, да, то есть все, что мы можем делать, это как дауны убегать от своих врагов и таким образом уворачиваться от ударов, которые, в принципе, они нам практически не наносят. Для меня был главный вопрос, какого хера он попал в ад и зачем? Некоторые моменты, опять же, для того, чтобы показать работу проделанную, не дают нам пробежать их, чтобы мы, как следует, осмотрели декорации, пройдя чуть дальше, он встречает такого большого уже монстра, этот большой монстр пиздит маленького, и почему-то Дезмонд, я не знаю почему, решает вступиться за маленького монстра, видимо, в нем играет внутреннее чувство справедливости, такой он хороший, хотя эти маленькие пидорасы на него нападали вот буквально две минуты назад. Несмотря на то, что монстр в три раза больше, чем Дезмонд, Дезмонд ему угрожает, сейчас я тебе, говорит, в жопу палку запихаю. Блядь. Вот, что происходит с нами, если мы умираем. Надо нажать просто несколько раз кнопочку А, и мы оживаем. Я не знаю, это всю игру такая хуйня будет, а кнопочка ЛБ, мы можем его оглушать. Боевая система, как я понимаю, будет развиваться по мере прохождения игры, мы будем получать скиллы, мы будем покупать я вам покажу обязательно. Насчет графона делайте выводы сами, но я не могу не заметить вот этого парня, который пытается ебать клетку. Дружище, у тебя реально фетиш какой-то на клетке, что ты делаешь, блядь? Также мы проходим через какой-то горящий лес, который, я не знаю, должен произойти на нас впечатление, видимо, графически. Когда ты вот так вот долго идешь и наблюдаешь примерно одно и то же, это, конечно, немножечко, совсем чуть-чуть, не очень сильно, не критично, да, для меня, потому что я люблю бесплатные игры, действуют на нервы. Дезмонд уже совсем чувствует себя хорошо и уверенно в аду, поэтому выебывается на всех подряд. В принципе, учитывая, какие они легкие в противостоянии, я в этом ничего удивительного не вижу. В принципе, когда ты знаешь, на какие кнопки сжать, любой враг тебе становится довольно-таки легкой добычей. Вот еще один любитель клеток. Тебе нравится, да, это дело, братан? Тебе нравится, да, мой друг? Ну и в конце мы, наконец, доходим до этого загадочного темного человека, чтобы задать ему вопрос, какого хуя вообще здесь происходит? А он нас как будто бы ждал. Дезмонд, естественно, интересуется, как ему попасть обратно. Черный человек предлагает нам следовать за ним и говорить, что нас кто-то ждет. Здесь же как раз наш замечательный черный, темный, я бы сказал, человек рассказывает нам, что мы в аду. Хотя, можно было бы догадаться и раньше, конечно, Дезмонд. Нас приводят в замок Люцифера, ребята. А также здесь нам показывают новую способность Дезмонда, которая, видимо, нужна будет нам тоже по мере прохождения игры, это телепортация. Для того, чтобы телепортироваться, надо встать на этот телепортатор, да, найти вторую точку и нажать на кнопочку А. После этого мы очень долго идем по длинному коридору и видим, как в конце выседает Люцифер собственной персоны. А Люцифер обращается к нам так, как будто он нас знает. Он говорит нам, что мы в безопасности, по крайней мере, пока. Темный человек без всяких российских подтекстов падает на колено перед белым блондином. А Дезмонда до сих пор не понимает, что происходит. Спрашивают, знакомы ли мы? Люцифер отвечает, что да, мы знакомы, хотя Дезмон, скорее всего, об этом и не знает. Вкратце, Люцифер рассказывает, что он такой, вернее, кто он такой, да, что он Люцифер, да, его и так и сяк называют, весь он такой охуенный, пафосный гей. Естественно, упрекает Бога во всех бедах, бедных, несчастных, грешников и его, в частности. А Дезмон интересуется только одним, как бы ему вернуться домой, на что, естественно, Люцифер отвечает, домой ты шо, охуелся ли, какой домой, дружище? Что самое странное, аргументация его звучит так, ты совершил самоубийство, а это же путь в один конец. При этом, дорогой Люцифер, почему ты не учел тот момент, что самоубийство Дезмонда не получилось? Он выжил, проснулся, да, очнулся на пляжу, так сказать, пошел гулять, где его, нашел твой человек и привел сюда. чтобы вернуться назад. И Люцифер предлагает ему работу. Дезмон, конечно, соглашается, потому что, кому охота торчать в аду? Люцифер говорит, что ему нужно принести души плохих людей и начать можно с его друга Эмбри, который ебал его жену. Будущую. Уже прошлое будущее, вернее. Дезмон соглашается, куда деваться? И после этого Люцифер дает ему то, что мы так ждали. Появляется какая-то, я не знаю, что это такое, смерть без косы, толкает пафосную речь. Дезмон охуевает, что за хуйню ты несешь, шлюха? А смерть дотрагивается до него, до его рук, вернее. И мы узнаем, как Дезмонд получил свое умение. 11.15. Мемориальное кладбище Майами. Дезмонд почему-то все-таки умер. Также здесь мы узнаем, что Дезмонту 26 лет. Итак, наш главный герой, как настоящий зомби, вырывается из могилы. Его первым решением должно быть пойти помыться, но нет, он отправляется на выполнение задания. Довольно-таки странная глава, где мы должны идти по кладбищу и пытаться найти выход. Не могу сказать, что геймплейный это очень сильно интересный, конечно. Механика телепортации тоже немножечко кривая, если чуть-чуть с него сойдете, он уже не будет ни хрена телепортировать вас. Обыскивать каждый уголок в этой игре смысла никакого не имеет, по крайней мере, на данном этапе игры, потому что там ничего интересного я бегал и не нашел. В выйдя с кладбища мы натыкаемся на трех громил, тут же там открывается наконец дерево скиллов. Мы получаем нашу первую обилку, которую надо активировать, и назначаем ее на клавишу. Собирайте новые души, чтобы открыть навыки и развлекайтесь. А еще какие-то разные школы, да, у нас есть школа палач. Слева вы видите тоже, опять же, такое демонстрации умения. Это, опять же, очень похоже на годов вор. А тут у нас уже просто пассивные умения, которые нам помогают в игре. Пока у нас возможность взять только одно активное умение, которым мы, собственно, и надираем в жопу пацанам. Здесь же у нас появляется возможность доджить, наконец. Вот так вот. Без этой возможности крайне хреново боевка себя показывала. На месте этих пацанов я бы съебался, конечно, в виде чувака с такими горящими руками. Я не знаю, на что они надеялись. Убивая их, мы получаем какие-то то ли их души, я не знаю, какую-то, видимо, валюту, которая нам нужна как раз для прокачки персонажа. Получив тачку, мы уезжаем с этого кладбища. Сейчас мы дадим нашему великолепному другу, предателю, пиздюлей, чему я несказанно рад. Бегать, естественно, нельзя. Хата у Эмбри поскоромнее нашей. Но Эмбри тут мы, естественно, не находим. Зато находим фотографию с нами тремя. Эх ты, сука, предательница, мразь, ублюдок, говноед. Узнаем, что он ходит к терапевту и решаем, что если дадим ему пиздюлей и он отъедет, это лекарство будет значительно более действенным. Дезвен, видимо, садится и решает подождать Эмбри, думая о своей жалкой жизни, вспоминая свою бывшую шлюху. Эмбри приходит домой, страшно не обращая внимания на то, что у него открыта дверь. Естественно, он охуевает, когда видит нашего главного героя живым. Ты что, не рад меня видеть? Спрашивает наш главный герой. Как это возможно? Ты же сдох, отвечает нам наш лучший друг. Совершенно не радуясь этому. Дезвен сообщает, что ты вообще-то крыса и предатель. Ты трахнул мою невесту, поэтому я тебя сейчас убью нахуй. Но наш друг говорит, что это был не он, хоть это и странно звучит. Дезвен, естественно, говорит, ты что несешь за хуйню? Я пришел отомстить и убить тебя, пидор. На! Я уж не знаю, смертельный ли это удар. Тут игра предлагает, видимо, нам добить Эмбри. Уйти вы, естественно, не можете. Я не знаю, зачем нам прерывать кат-сцену. Вообще-то, можно было бы просто ее продолжить. Поэтому мы запускаем ее заново. А тут у нас идет кью-то ешечка, где мы должны тыкать нашего лучшего друга, пидораса-предателя. На, сука, на! Вот такой я стал плохой. Раскитавшись с другом, мы спокойно уходим из его хаты. Дезмонд убил своего бывшего, пусть даже, лучшего друга за то, что он трахнул его невесту шлюху, которая оказалась шлюхой. Почему он ее, кстати, не убьет, я не понимаю. А и тут нам показывает, собственно говоря, его невесту. Возможно, он пришел к ней убить ее, правильно? Эту шмару! Дезмонд, убей ее, пожалуйста, иди убей! Тут мы получаем смс-ку от самого Люцифера, который говорит нам, что надо встретиться там-то и там-то. Я надеюсь, что Дезмонд, сидя на этом дереве, не дрочил хотя бы. Заметьте, мы уже на пятой главе. Я не знаю, сколько в игре глав. Если кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы приходим на окраину Майами к какой-то гостинице, где мы должны встретиться с Люцифером. Ну и здесь снова приходят какие-то непонятные люди. Одолеть их не составляет никакого труда. Если что, ребята, вот этот конкретный этот момент я уже вижу в первый раз. Я до сюда не доходил в своем первом взгляде и втором первом взгляде. Видимо, это еще один геймплейный элемент, какие-то символы заклятия, которые надо разрушать, чтобы открывать барьеры. Я понял. Ну что ж, еще одна геймплейная механика здесь показалась. Представляете? Не очень весело то, что чтобы спуститься в этот, блядь, бассейн, да, вместо того, чтобы просто спрыгнуть вот здесь. Почему ты не прыгаешь, Дезмон? Давай, да спрыгни. Здесь высота просто под твоей коленкой. Ну давай. Нет. Дезмон боится высоты очень сильно, больше, чем многие. Поэтому приходится оббегать весь бассейн, чтобы сломать этот проклятый знак. Ага, и тут мы выясняем, что нам нужно найти несколько знаков заклятия и уничтожить их все. Ммм, да, блядь, очень интересно. Ага, снова враги. И снова все одинаковые легкие. Игруха нам продолжает подсказывать, в какой момент нужно нажимать кнопку стана врагов. Это уже немножечко отдает боевкой от Бэтмена. Я так и не понял, есть ли у нас какое-то наказание за смерть, потому что я умер, ну вообще за всю игру, пока я умер один раз. И все, что мне надо было сделать, это несколько раз нажать кнопочку А, чтобы встать. Я ничего не потерял, не потерял прогресс, не отлетел куда-то назад по спауну и так далее. Ага, надо было дойти до места и просто запустить катсцену, как мы падаем вниз и наконец встречаемся с нашим замечательным, великолепным пилой. Появляется темный человек и говорит нам не спешить. И тут мы наконец-то узнаем, что ты, сука, демон, блядь, читер ебаный, побил меня. Из-за этого я потерял самообладание и спрыгнул нахуй с моста. Оказывается, что этот пила, это мой начальник. Видимо, он нас так тестил, я не знаю. Дезмонд, естественно, говорит, завалите ебал, идите нахуй. Пила, кстати, тоже Дезмондом недоволен, оказывается. Говорит, что он какой-то слабенький для спасителя и разрушителя. Оказывается, нам нужно было забрать душу Эмбри, чего мы не сделали. Блядь, мы же новичок, почему ты меня оскорбляешься, ебаный пидарас? Нам объясняют, что оказывается для таких как мы есть ловушки в виде этих символов, да? А пила в нас все еще не верит. Темный человек, тем не менее, пытается ему доказать, что все будет хорошо и он нас научит всему. Нам дают наше очередное задание, нужно найти какого-то человека, который прячется в этом здании и забрать его душу. При этом нужно опасаться ловушек и помнить о том, что они за мной и наблюдают. Собственно, ребята, я думаю, что для первого взгляда этого более чем достаточно. Боевая система, графика, звук, баги-лаги вы все видели сами, делайте всякие выводы сами и я ни к чему вас не схлоняю, потому что мне дали эту игру на халяву и я продажная мразь, которая не хочет говорить ничего плохого, дабы никого не разозлить. 1С, вы молодцы. Напишите вы, что думаете по поводу этой игры в комментариях. Вы только мне лайк поставьте, потому что я в нее поиграл для вас, все это сомонтировал, выложил. Я надеюсь, что здесь я лайк достойный. Ну, если вам не понравилось, конечно, что ставьте дизлайк, пишите в комментариях, что не так. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно в группу ВКонтакте вступайте и в наш Дискорд канал. Ссылочка на все это есть в описании. Приходите, вас жду всех и до встречи в новых видео и на стримах. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!